Солнце Аустерлица пробивается сквозь утренний туман. Более двух веков назад, здесь во время сражения войск Наполеона I с армиями императоров австрийского Франца II и русского Александра I погибли около 18 тысяч человек. Тысячи получили ранения. Победу в битве трех императоров одержали французы. С 90-х годов прошлого века реконструкцию исторического сражения проводят на юго-востоке Чехии у города Славков-Убрна. Но вот уже второй год подряд из-за пандемии коронавируса масштабные мероприятия с участием тысяч гостей и туристов отменены. У величественного монумента, названного Могилой мира, прошла скромная поминальная церемония. Мы пригласили сюда порядка тысячи увлеченных историей наполеоновских войн-активистов из клубов и объединений 15 европейских стран. Мы ожидали, что к нам приедет и актер Марк Шнайдер. Нам разрешили пригласить только вакцинированных или переболевших ковидом людей. Но затем из-за новых ограничений от гостей пришлось отказаться. Любители истории дождались восхода солнца и совершили 11-километровый марш-бросок по полю битвы. Затем участники представления почтили память погибших. Организаторам реконструкции исторических сражений теперь остается надеяться только на то, что в следующем году у них будет возможность подготовить и провести мероприятие без каких-либо ограничений.